Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Львира Фазлеева. И сегодня мы расскажем, как у пенсионерки под видом проверки газовой плиты украли накопление. После того, как лжесотрудница покинула квартиру, заявительница обнаружила, что из комода в коридоре пропали 15 тысяч рублей. Зашел в туалет и решил, что больше не выйдет. Вот он был с двумя коллегами, коллеги начали вырвать и кричать. Подробности ЧП в торговом центре. А также смертельная авария, наезд грузовика на иномарку, таран ограждения на дамбе и многое другое. Прямо сейчас. В одно и то же время, в одном и том же месте, сразу две аварии в паре метров друг от друга произошли на улице Гаврилова. Машина разбросала в разные стороны, из-за чего движение на этом участке дороги было затруднено. Алия Хайруддинова попыталась восстановить хронологию событий. Я ехал рядом, я не могу сказать, как все это было. Гололед. Все случилось так быстро, что многие участники аварии даже не поняли, как все произошло. В одном случае столкнулись Хонда Сиарви и Шевроле Ланос. Девушка, управлявшая последним автомобилем, рассказала о причинах столкновения. Передо мной ехала машина, она резко затормозила. Я тоже начала тормозить, я затормозила и потом меня взад ехали. А уже что дальше было, я уже не понимала. Во втором случае участниками столкновения стали Лада 15 модели и Джилиам Грант. По рассказам очевидца, водитель отечественного автомобиля попытался не въехать в заднюю часть впереди стоящей машины. Сделать это удалось, но легче ему от этого не стало. Ехала вот эта белая машина, которой он врезался в лоб. Она ехала без фар, перед ним остановилась, притормозила машина. Машина, чтобы эту машину не задеть, он левее ушел и произошло с белой столкновением. То есть на встречке с белой получается? Да. Несмотря на довольно сильные удары и серьезные повреждения машин, никто из людей не пострадал. Все участники аварии решили дождаться на месте сотрудников ГИБДД, чтобы определить степень вины каждого автомобилиста. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. 45-летняя женщина-водитель стала жертвой столкновения «Лады» 15-й модели «Волги». Авария произошла в 7 часов утра на 25-м километре автодороги «Заинск» Бухарай-Урсаево-Альметьевск. Автоледи за рулем «Лады», как установили сотрудники ГИБДД, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где в нее врезалась «Волга». Удар пришелся на водительскую сторону «Лады». Женщину срочно доставили в больницу. Но в половине девятого утра в реанимации она скончалась от полученных травм. Хотел уйти от одной аварии, но попал в другую. Водитель Киэрио впечатал свою иномарку в отбойник на Ленинской дамбе. Автомобилист объяснил, что перед ним столкнулись несколько машин. Чтобы не присоединиться к ним, он вывернул руль. Как итог, у автомобиля повреждена левая передняя часть. Остальные же водители отправились самостоятельно в центр оформления ДТП. Автоинспекторы помогли потушить внезапно загоревшийся в салон грузовика. В Зеленодольском районе сотрудники заметили грузовой автомобиль, утопающий в клубах дыма. Водитель-многотонник и дальнобойщик из Санкт-Петербурга в это время пытался самостоятельно потушить транспортное средство, но безрезультатно. Огонь охватил весь салон. Тогда инспекторы ГИБДД, израсходовав огнетушители патрульного автомобиля, начали останавливать проезжающих. Всего было использовано более 10 средств пожаротушения. Окончательно очаг возгорания смогли устранить прибывшие на место происшествия огнеборцы. После чего сотрудники ГИБДД при помощи спецтехники доставили многотонник в ближайший сервис. Хиндай Солярис в буквальном смысле остался под колесами грузового Урала сегодня днем на проспекте Победы. На небольшом уклоне большегруза в какой-то момент просто покатился назад на едущие сзади автомобили. Он остановился только подмяв под себя иномарку. Быстро выяснилось, что Урал был неисправен и его тянул едущий впереди КАМАЗ. О причинах и последствиях с места происшествия Нафиса Минязова. Я вообще не успела среагировать никак, не поняла, что случилось. И просто сразу же машина на меня сверху накатилась. Ильсия едва успела испугаться, когда вместе с машиной практически оказалась под грузовиком. Осознание вместе с нацепенением пришло позже. Говорит, сделать при всем желании не могла ничего, когда ехавший впереди больших грузов вдруг поехал обратно. Расстояние было небольшим и куда-либо свернуть уже не было времени. Через доли секунды грузовик остановился, подмяв под себя Хюндай. Практически одновременно и сзади, и спереди вот такой этот удар был. Сами не пострадали? Как вообще себя чувствовали? Физически нет, просто испугалась сильно. Когда у меня перед глазами вот это вот оказалось. В Киев Спортедж, врезавшийся в Хюндай сзади, въехал Хюндай Ай-40. Повреждения у этих автомобилей были незначительными, в отличие от Соляриса. Почему Урал покатился назад, выяснилось довольно быстро. Тяжелую машину тащил на жесткой сцепке КАМАЗ, но на небольшом подъеме соединение не выдержало, автомобили расцепились. Везли его, тащили. Отцепилось. Отцепилось и поехало. А у нас поехал что ли КАМАЗ? Ну сзади поток так вышел. Вот и все. А никто не пострадал? Нет, только машина. Хорошо. Самое главное, что никто не пострадал. Сейчас произошедшим предстоит разобраться автоинспектором. Они определят, кто и за что понесет ответственность. Нафиса меня отзывала Назай Долин. Вызов 112. Лжесотрудница газовой службы украла у пенсионерки 15 тысяч рублей. Об этом потерпевшая сообщила в полицию. Она рассказала, что днем к ней домой пришла незнакомка и начала якобы проверять газовые приборы. За оказанные услуги женщина попросила заплатить более 6 тысяч рублей. Однако пенсионерка платить отказалась. Пожилая женщина отказалась платить и оставила ее ненадолго одну, пока в соседней комнате убирала документы. После того, как лжесотрудница покинула квартиру, заявительница обнаружила, что из комода в коридоре пропали 15 тысяч рублей. В настоящее время, по данному факту, следственными органами отдела полиции Вишневский возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Полицейские Казани раскрыли серию краж автоаккумуляторов. С заявлением о пропаже четырех автомобильных батарей в полицию обратились жители советского района. Владелец КамАЗа рассказал, что оставил свой грузовик возле дома, а наутро обнаружил, что у машины снят аккумулятор. Таким же образом, злоумышленники украли батарею и у «Жигулей» седьмой модели. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности предполагаемых похитителей. Двое злоумышленников были пойманы полицейскими с поличным, когда приехали забирать чужое имущество. Свою вину молодые люди в возрасте 18 и 19 лет признали полностью. Разозлился из-за беспорядка и напал на жену. В Татарстане осудили пенсионера, избившего свою супругу тростью. Как следует из материалов уголовного дела, в конце октября минувшего года 79-летний житель деревни Октябрь Муслимовского района республики, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес 72-летней супруге удары тростью по различным частям тела. Причиной его агрессии стал невыброшенный вовремя мусор. Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил пожилому мужчине наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Зашел в туалет в торговом центре Нижнекамска и решил, что выходить оттуда больше не хочет. Так бы, наверное, и было, если бы закрывшийся в кабинке молодой человек не отправил друзьям прощальное сообщение. Рамиль Шайдулин с подробностями. Туалет письмо закрыли. Ну, ремонт будет. Сломанная ручка, разбитая дверь заколочена фанерой. Туалет в торговом центре придется не только ремонтировать, а отмывать от крови 34-летнего мужчины. Он закрылся в кабинке и отправил прощальное СМС своим друзьям. Вот он был с двумя коллегами. Коллеги начали ломать и кричать. Вызовите срочно скорую помощь. Я побежала быстрее, у девочек жгут дела. Кровь остановили, вызвали скорую. Скорую забрали. А, скорая забрала, да? А вы сами не видели, что там было? Кровь, все в крови. Но он живой. Живой. А вот говорят, он там написал что-то кровью. Простите, написал. Как рассказали очевидцы, молодой парень рыдал. Врачи оказали ему первую помощь. Но история на этом не закончилась. Скорая ему там все привязала. И смотрю, побежал. Побежал в сторону стройки. На снегу еще видны капли крови. Сотрудники торгового комплекса говорят, что он там работал. Не подтвердить, не опровергнуть это никто не смог. На стройке никого не было. Впрочем, мужчина туда не добрался. Медикам удалось его остановить и доставить в травмпункт. Раны зашили. Что толкнуло парня на этот поступок, выяснить еще предстоит. Он сбежал из приемного покоя до приезда полиции. Рамит Шайдулина, Наталья Лошникова и Фахрия Сламов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова